но есть те кто работает на W2 дальнобойщиками есть конечно мы говорим сейчас про дальнобойщиков дальнобойщики каждый открывает свою компанию или как скажем так компании у которых больше 100 траков очень многие они до сих пор значит на W2 а у работника какие-то могут быть с этим связаны проблемы нет как правило у работника проблем нет то есть если человеку выплачено 100000 то работодатель должен примерно 15000 за каждый год в течение трех лет заплатить дополнительно один мой друг однажды сказал если ты приехал в Соединенные Штаты Америки то будь верен двух вещах первое ты всегда будешь платить биллы и второе ты всегда будешь платить налоги в Соединенных Штатах Америки с этим невозможно не согласиться и сегодня мы поговорим с одним русскоязычным бухгалтером который работает в Атланте в Джорджии и обслуживает не только траковые компании но и делать персональные налоги водителей дальнобойщиков мы поговорим с ним как правильно и как неправильно он даст нам советы и расскажет как грамотно сделать налоговую декларацию для водителей не только дальнобойщиков это будет интересно оставайтесь с нами кстати мы уже год занимаемся тем что оформляем водителей из числа иностранных граждан и скоро и надеюсь в этом году у у нас появится первая партия людей которые получили грин карты в Соединенных Штатах Америки именно по программе нехватки квалифицированной рабочей силы и они приехали из стран СНГ из России Украины Казахстана мы подали три заявки скажу вам честно и на сегодняшний день процесс еще продолжается поэтому мы не будем забегать вперед но подпишитесь на этот канал возможно мы будем первыми кто это сделал теми у кого это действительно получилось и теми кто дал второй или может быть третий шанс людям которые очень мечтают переехать Соединенные Штаты продолжить работать в сфере дальнобойного бизнеса стать дальнобойщиком Соединенных Штатов Америки получить грин карту перевести всю свою семью и остаться здесь жить дать своим детям будущее в этой прекрасной и великой стране меня зовут Антон Чехов это Америка на колесах и мы начинаем Николас при этом с вами познакомиться мы с вами поговорим сегодня о дальнобойщиках у нас канал именно специально для дальнобойщиков в том числе и тех кто только планирует стать дальнобойщиком и может быть то информация которую вы сейчас им расскажете я надеюсь она им будет крайне полезна и может быть убережет от лишних трат проблем и каких-то неверных решений постараемся постарается окей тогда начнем с самого прямого вопроса а если ну то есть американская экономика строится насколько мне известно на малом и среднем бизнесе и соответственно каждый в США это self-employer и насколько верно мое утверждение или нет ну до какой-то степени оно верно то есть многие компании нанимают сотрудников не через W2 а через то найти на контрактор схему и многие у нас работают на себя в Америке получается как бы они сами отчисляют себя налоги и сами вычитают свои расходы бывает своя компания часто то есть мы говорим сейчас про дальнобойщиков дальнобойщики каждый открывает свою компанию или как многие дальнобойщики то есть тенденция идет больше и больше у нас людей которые self-employed которые работают сами на себя то есть это за 20 лет очень сильно поменялось в сторону self-employed но есть те кто работает на W2 дальнобойщиками есть конечно а в чем различие почему кто-то нанимает на W2 а кто-то на 1099 ну как бы как правило W2 работники это работники которые работают только на одну компанию у них есть компанийский грузовик и они перевозят грузы только этой компании как бы все работодатели им диктует очень строго куда они едут как они едут где они заправляются какие грузы они забирают какие грузы когда они загружают когда разгружают и у них в общем то никакой свободы нет они им все продиктовано работодателем таких все равно еще много очень крупных компаниях очень много ну например свифт или кто ну то есть или какие-то компании ну что и что и что из известных брендов назвать как бы какие компании как бы но скажем так компании у которых больше 100 траков очень многие они до сих пор значит на W2 драйверы работают но насколько мне известно любой компании выгоднее брать на как селф-контрактор потому что меньше налогов компании в этом случае не платить ничего если поправьте меня если я не прав чем брать на W2 когда компании обязаны и отпуск платить и медицинскую страховку и прочее правильно я говорю да это верно но есть ограничение то есть как бы государство именно ограничивает это то что когда можно быть self-employed а когда только строго регламентированная работа как W2 employee так скажем вы могли бы четко провести какую-то границу или это граница весьма расплывчата между тем чтобы 1099 как сам на себя и W2 то есть где вот это вот ключевой вопрос когда должно быть так а когда должно быть иначе государство хочет чтобы все были на W2 на самом деле но сейчас и работодателю и работнику в том числе стало выгоднее иметь вот эти 39 контрактора такую схема значит границы как бы границы размыто но тем не менее она есть то есть это зависит от того насколько работодатель контролирует то что делает его водитель если у если у человека свой грузовик куда он едет в какое время он едет может ли он поменять сам свое расписание то есть у нас может ли он выбирать груза да да может ли выбирать он груза может ли он заправляться там где ему больше нравится заправляться сам ли он оплачивает свою страховку сам ли он оплачивает свой бензин и солярку да то есть как бы вот как бы суть в этом то есть люди которые ничего этого не делают сами по идее они W2 сотрудники но тем не менее они себя записывают как ты найти на контракторы что в общем-то спорно и это в любой момент как бы может возникнуть проблема у работодателя у работника какие-то могут быть связаны проблемы нет как правило работника проблем нет у работника наоборот значит в 2018 году поменялся закон и появился новый вычет для работника значит теперь у нас все весь малый бизнес 20 процентов о дохода которые уже после расходов он вычитается из налогооблагаемой базы то есть они стали платить меньше налогов и им стало выгоднее быть на 1099 чем на W2 и даже как-то делали расчет значит на водителя который ну скажем зарабатывать 100 тысяч долларов если бы он был на W2 если бы он был на T99 и что-то получается порядка 12 тысяч долларов он экономит в случае если он на 1099 но при этом он не имеет я так понимаю страховки он не имеет оплачиваемого отпуска да который обязан предоставить работодателя по W2 правильно или как не обязаны предоставлять это ну как бы да то есть он теряет какие-то свои права у него меньше прав гораздо чем работника который был работал по W2 то есть он но при этом он немного экономит примерно 12 тысяч существенная экономия существенная поэтому мы рекомендуем водителям у которых есть возможность перейти на 1099 чтобы они это сделали и экономили себе деньги за счет этого понятно но к этому там про экономию мы перейдем чуть позже а я вот хотел спросить из вашей практики если мы говорим про ответственность работодателя какая бывает ответственность ну насколько самое страшное наказание которое может служить вот за нарушение трудового кодекса скажем так не должен был по W9 а служит как 1099 значит ну наказание какое то есть просто переквалифицируется вот этот 1099 W2 и они должны заплатить ну скажем за последние три года вот этот налог который у нас медики social security который где-то у нас приравнивается получается 15 и 3 процента это полный налог от зарплаты то есть если человеку выплачено 100 тысяч то работодатель должен примерно 15 тысяч за каждый год в течение трех лет заплатить дополнительного налога ну и начислиться пени еще там может быть до 50 процентов пени начислиться за штрафов за то что они как бы были на 1099 неправильно ну вот скажите я не дальнобойщик хочу вам рассказать как устроено такой быт дальнобойщика я достаточно смутно понимаю эту систему когда вот четко можно понять вот этот вот водитель должен работать на W2 а вот этот водитель должен работать на 1099 вот понятно что там может быть какие то плюсы которые доказывают что водитель там подвластен да то есть он должен заправляться только там где ему скажут водить только компанийский тракт но тем не менее есть ли какое-то ну то есть насколько я понимаю да то есть если допустим про офисных работников говорить что если ты работаешь на компанийском компьютере если ты выполняешь инструкции которые тебе дает твой руководитель и работаешь с 8 в определенный период то ты W2 да совершенно верно если ты должен предоставить только результат работы то ты на 1099 и никого не волнует как ты это будешь выполнять правильно? верно да в основном у нас все W2 должны быть офисные работники все должны быть W2 да ну и трак драйверы тоже то есть и трак драйверы тоже должны быть ну как бы как правило если опять же они не имеют свой трак и все не оплачивают сами а то есть если это как называется owner operators да то это 99 да 99 чистые да 99 чистые если это ездишь на company trucks да это скорее всего W2 ну то есть это есть какой-то есть какая-то вариация на эту тему или это 100% уже W2 ты ездишь на компанийском траке ну или есть какой-то да да нет нет ну это как бы никто этого не диктует четко то есть это как правило выбирает работодатель как ему лучше работать но здесь же ответственность очень большая поэтому ну тем не менее как бы работник не может прийти к работодателю и сказать извини меня я и хочу быть на W2 переводи меня на W2 то есть правило в этом случае работодатель скажет ему ну тогда иди ищи работу в другом месте ну понятно да то есть работодатель у нас диктует вот эти relation как сказать ну понятно да отношения значит как он будет трудоустраивать человек вот и как ему удобнее потом у нас значит смотрите вот почему многие стали переходить на 1099 даже в более крупных компаниях значит дело в том то что есть такая страховка называется workman's camp insurance ну как бы страхование рисков если с работником что-то случится на работе и она как бы достаточно с водителями часто случаются каждый день аварии да да и она как бы она очень дорогая это страховка и в связи с этим как бы многие компании решили значит мы будем трудоустраивать только 1099 контракторов и чтобы не платить эту страховку а в свою очередь этот 1099 контрактор он идет и покупает сам эту страховку гораздо дешевле чем компания может ее купить такой нонсенс получается а почему такое различие не знаете ну как-то устроена вот так страховая система что для компания в два раза дороже да или сколько ну примерно порядок цент 2 или насколько дороже ну значительно дороже и как бы и там немножечко когда дело в том что что когда работник сам покупает эту страховку покупает немного другую страховку ему разрешают покупать он ну как бы водитель он работает сам на себя для него как бы какие то есть льготы вот в отношении этой страховки и за счет этого как бы все выигрыши оказывается и работодатель и работник а эта страховка так покрывает все ну то есть смерть несчастные случаи там инвалидность или нет или там все-таки есть какое-то ключевое различие между там допустим от есть от компанийской там на 10 миллионов а здесь на 500 тысяч или нет или как-то ну то есть ключевое различие есть какое-то никаких но существенных различий никаких нет она немножечко по-другому называется просто понятно и дешевле да и дешевле да понятно ну а вообще из практики есть истории когда то есть взяли какую-то компанию ведь если там допустим как вы говорите 100 человек да их устроили по 1099 а не по W2 то в случае каких-то судебных решений компанию можно просто закрыть то есть есть такая практика или нет ну как бы закрыть но можно наказать очень существенно на очень большие деньги ну то есть это может быть сумма которая неподъемна есть такая практика судебная есть судебная практика ну у нас можно показать это на примере fedex компании fedex очень большая компания как бы и ну у них не только значит между междугородние перевозки у них местные перевозки очень развитые и вы удивитесь наверное но все fedex водители они работают по 1099 а как же они же ездят на компанейском траке ну они же с этой символикой fedex везде ездят правильно они ездят точно по маршруту они же не могут какой-то взять usps или ups груз правильно это же конкуренты да а почему тогда 1099 объясните логику их никакой логики в этом нет просто fedex судится много лет с государством и пока государство не победило fedex то есть они продолжают быть 1099 контракторы и кроме того что не только 1099 контракторы они еще заставляют каждого работника открывать корпорацию на свое имя кроме этого всего вот это вот как раз был мой следующий вопрос то есть если уж вы заговорили давайте перейдем если 1099 окей мы поняли про компанию если 1099 то как лучше персонально или компанию ну зависит от суммы дохода то есть если сумма дохода 100000 да мы говорим например меньше восемьдесят тысяч долларов то наверное проще и легче быть просто иметь сопра прайта шип то есть работать на себя или иметь и волсе это практически одно и то же если сумма дохода больше 80 тысяч долларов то как правило лучше переходить на с корпорацию не иметь уже как бы более серьезную компанию а в чем существенное тогда различие ну то есть в налогах или в чем ну то есть между налогов в том же в том числе то есть значит смотрите то есть индивидуальные предприниматели и л.с. они платят так называемый self-employment tax за всех своих доходов это сколько это social security и медики о котором мы раньше говорили вот который 15,3 процента то есть с половиной занимается с работодателя половина рыбается с работника но так как у нас работодатели работник они в одном лице они платят эту полную сумму 15,3 процента self-employment tax что после там дают вычет на первой страничке формы 1040 и ну где-то эффективный рейд 12,4 процента 12,6 извините 12,6 процента 12,7 процента с корпорацией такого нет с корпорацией это считается пассивным доходом и там значит 12,7 процента этого он считается 12 все владелицы здесь следить не владелец этого цена усим telescope корпорации и он не платит self-employment tax но он должен получать зарплату и платить зарплаты но зарплата может быть гораздо ниже чем и вот полный доход потому что есть расходы да да не потому не обязательно что есть расходы ну скажем вас корпорация зарабатывает сто двадцать тысяч долларов а зарплату человек получает в 40 тысяч долларов то есть получается 80 тысяч долларов пассивного дохода с которого он не платит вот эти 12 6 процентов этого налога то есть за счет этого происходит большой выигрыш ну а для того чтобы выводить эти деньги как он должен показывать в расходы или или он как он может их спокойно также снимать эти деньги но они считаются как как дивиденды как называется по-английски это corporate distributions и на нее тогда просто какой-то другой налог платится на эту сумму но на эту со всей суммы как бы зарплаты и с вот этих corporate distributions платятся федеральные штатовские подоходный налог то есть 21 плюс зависимость на допустим наш штат джордж 6 где вы все таки находитесь да то есть у нас от 10 процентов там до 37 процентов у нас федеральный налог зависимости от того сколько вы зарабатываете ну это персональный а на компанию 21 а в компании вообще ничего не платит то есть всегда платит за исключением все корпорейшнс которые как бы они вообще не стоит обсуждать для тракинга бизнеса то есть значит все и индивидуальные предприниматели ллс и из корпорейшнс одинаковые платят налог подоходный и налог этот платит индивидуальное лицо который владеет этой компании то есть это только персональный налога без компанийского налога до компанийского налога нет вы сказали что до 80000 лучше персональный или ллс и потом есть смысл открыть корпорацию а если у меня есть компаньон или еще какие то это то тогда это уже должна быть корпорация или как это все зависит от суммы дохода то есть все упирается в времена в сумму потому что нужно чтобы корпорацию иметь то есть у вас появляется дополнительный расход по крайней мере вам нужно иметь сервис чтобы платить зарплату и нужно платить минимум минимум раз в квартал а лучше раз в месяц то есть это за это за отчеты за это тоже надо кому-то платить кто-то должен этим заниматься потом у вас появляется 2 2 2 декларация если как вы дали предприниматели ллс и вы только заполняли одну декларацию который прилагается к форме 1040 а это так называемый скейджел си то свой с корпорации есть свои федеральные штатовские декларации которые тоже нужно заполнять больше бумаги регламент да как нужно заполнять потом там более строгие правила насчет банковского счета насчет ведения бизнеса то есть как бы бухгалтерия должна быть более сделано правильно для более крупного бизнеса для более ну когда у нас работает группа людей стартинговой компании да то есть у них но зависит тоже то есть у нас есть ревеню да и у нас есть как ревеню назвать по-русски то есть этот запад нет ревеню это полная сумма которую нам значит другая траковая компания передаю на ну то есть доход весь доход до весь доход который мы получили значит продав наши услуги после этого мы вычитаем оттуда свой бензин значит ремонт какие-то офисные расходы вот я хотел спросить это следующий вопрос какие есть расходы у дальнобойщика да если мы когда решили то есть мы все все вот эти расходы вычитаем мы приходим доходу который ну уже владелец этого бизнеса вложит себе в карман то есть и как правило когда у нас уже работает два или три человека в компании да у нас вот этот гросс ревеню большой общий доход он выше и он приводит к нет инка вот этому доходу после вычетов уже значительно как бы большему чем 80 тысяч долларов и правило они все уже становятся из корпорейшеном по крайней мере выгодно быть из корпорейшен понятно а тогда давайте более детально поговорим о расходах то есть есть ли различия между списыванием то есть дохода да то есть в расходы а между индивидуальным предпринимателем и компанией да то есть смотрите вот ну знаете с W2 начнем на W2 ничего вообще нельзя списать больше то есть у нас до 2018 года у нас значит был такой пункт на Schedule A это у нас Itemized Deduction то есть это как бы давался такой вычет там так называемый unreimbursed employee expenses что туда входит это расходы которые работник или сотрудник компании потратил из собственного кармана на на свою работу и они вычитались после 2018 года изменился этот закон и они перестали вычитаться то есть у нас для W2 сотрудника никаких расходов больше не вычитается вообще бензин и так далее то есть это платит компания не платит компания но у них же все равно есть свои расходы ну да они в пути они на дороге им нужно ну по крайней мере им нужно поесть им нужно иногда где-то переночевать если они не ночуют в своем грузовике бывают такие ситуации когда им нужны ситуация как бы обязывает их переночевать в гостинице им нужно принять душ им нужно как бы купить какие-то в машину какие-то инструменты какие-то вещи заплатить колеса поменять и так далее ну как бы мелкие вот эти все вещи которые компания за это не платят или просто дает ну какую-то минимальную сумму на расходы а этот человек уже как бы там насколько он хочет это по W2 ничего не вычитается больше а по 1099 по 1099 значит вычитается то есть вычеты у нас как бы одинаковые в общем-то и для индивидуалов и для LLC и для S корпораций вычеты в общем можно сказать одни и те же а какие специфические вычеты именно для дальнобойщиков какие вот ну то есть я слышал про то что есть суточные да которые можно считать или как ну как бы да суточные то есть есть так называемый пердем есть федеральный пердем рейд что можно суточно потратить расходы на еду и как бы даже не нужно обязательно собирать эти вот чеки и не нужно смотреть значит за своими расходами нужно просто знать по своему логу сколько ты дней был на дороге и эта сумма умножается на умножится то есть это 63 доллара в день ага и значит 80 процентов из от 63 долларов в день может вычется из твоих расходов из твоих доходов потратил потратил эти деньги или нет в любом случае это может 80 процентов 80 процентов от 60 а 63 рублей долларов вычется значит оставшиеся 20 процентов базы но это как бы наличные уже а это это уже наличные нужды да а почему откуда эта сумма взяла 63 доллара это как посчитали сколько нужно человеку есть день 63 доллара да то есть они взяли просто и посчитали раньше сумму это было пятьдесят девять долларов потом несколько лет назад ее поменяли она стала чуть-чуть увеличилась 63 до 80 процентов от 63 долларов это примерно 50 долларов можно в день списывать то есть 365 дней это примерно 16 тысяч долларов да ну так вот 16 тысяч долларов в год можно в принципе списывать легко на то что если ты был в рейсе все 365 дней в году ты был на дороге и ты был на дороге с ночевкой ночь а как это проверяется как это проверяется ну у меня же будут будут по логбуку а логбук же в налоговую не подается ну или как это в случае проверки сим как то можно запросить случае проверки то есть она же как бы система работает она сказать она мы сами подаем свой отчет и сами декларируем добровольно на добровольной основе все это делается там уже как бы если нас проверят то то тогда уже будет да нужно а я и всякие бумаги лагбуки предоставлять ну вы говорите чеки не надо за это предоставляют да то есть за вот эти за перги мил с чеки не нужно предоставлять и как правило многие водители не тратят этой суммы на ежедневную еду. То есть они тратят гораздо меньше. То есть это хорошая статья расходов. Хорошая статья расходов. Безусловно, согласен. А тогда следующий вопрос. Какие есть еще специфические расходы именно у водителя? Понятно, по ремонту трака. А еще что-то есть такое? Гостиницу можно списывать в расходы, если надо? Ну, смотрите, у нас как в тракет-бизнесе, как в любом другом бизнесе, то есть расходы списываются так называемым по-английски ordinary and reasonable, расходы. Все можно списать. То есть если это считается принято в индустрии, и если этот расход, он как бы, ну скажем, разумный, и целевой, то есть он нужен для того, чтобы быть в этом бизнесе, то он списывается. Если это излишки, так называемые, грубо говоря, если, то есть у нас многие водители, у них есть спальное место, они спят на тракстапе в своем траке. Ну да, конечно. Водитель, то есть у нас, он взял там и останавливался в гостинице каждую ночь, и он пытается списать 200 ночей гостиниц на свои декларации. То есть это может посчитаться неразумным, и ему не позволят списать 200 дней в гостинице, потому что, ну как бы, все другие спят на траках, а ты почему-то в гостинице. То есть какой для этого повод? А, понятно. Вообще, это когда проверяется? Ну то есть... Когда идет аудит. А, когда аудит. Проверяю декларацию, да. И аудит может произойти там года через три или даже через пять, да? Нет, ну как правило у нас через два с половиной года где-то они делают аудит, потому что, ну через три года уже аудит нельзя сделать, если только ты не задекларировал больше 25% дохода. То есть, ну как бы, ну грубо говоря, три года есть у ARS, если ты вовремя, значит, заполнил свою декларацию, ее отправил, у них есть три года, чтобы тебе сделать аудит. И так как они не успевают сразу смотреть это все, то есть, они делают где-то через два с половиной года, то есть, осенью приходит человеку там... Письмо, счастье. Письмо, да. Пожалуйста. Он выбран для аудита, предоставьте такие документы. А сколько, если не секрет? Ну, есть же какой-то процент, по вашему мнению? Меньше одного процента. Меньше одного процента, да? То есть, если у нас посчитать, сколько примерно дальнобойщиков? Ну, то есть, миллион? Вот я трудно затрудняюсь ответить. Их что-то слишком много. Да. Вот. Ну, то есть, даже если, допустим, миллион водителей, то один процент это тысяча, да? Да. Это тысяча. Тысяча человек из миллиона. Ну, то есть, шанс один на миллион. Ну, тысяча на миллион. Ну, как бы, один процент из ста. Один процент из ста, да, безусловно. То есть, процент маленький, как бы, но, тем не менее. Но, тем не менее, такой процент есть. Приходят люди, которых выбрали, у которых приходят аудит. В аудите нет ничего страшного. Ага. И никого не посадили в тюрьму из-за того, что он еще не прошел аудит. У нас очень боятся некоторые, что их посадят в тюрьму. За аудит? Ну, за то, что что-нибудь найдут там, да? Да, что что-нибудь найдут, да. То есть, как бы, это все достаточно проходит, как бы, разумно и цивилизованно. Угу. И дается достаточно времени, чтобы собрать бумаги. Угу. А сразу добровольно сдаться, я хочу доплатить, потому что я виноват. Можно? Тоже можно, да. И за это не оштрафуют или оштрафуют? Ну, штраф 20%. То есть, если, грубо говоря, у тебя нашли, значит, существенный дополнительный налог, то тебе еще начисляют сверху 20% штрафа, не оплатывая. И ты должен его оплатить? Да. Или пойти на какой-то компромисс с правительством, то есть, ну, подписаться на какой-нибудь, делать рассрочку своих этих оплат. Ага. Сказали, что извините, денег нет, да? Не могут заплатить людям вперед, то есть, они делают рассрочку, или подают, как бы, на статус, то, что они вообще не могут платить, как бы, или могут платить какую-то отдельную сумму, называется off-in-compromise. Ага. То есть, грубо говоря, именно считают 50 тысяч долларов. Ага. Они говорят, нет, ребята, давайте мы заплатим 5 тысяч долларов, потому что у нас вот такая ситуация, мы ничего не можем сделать. И идут навстречу к ним в правительстве, да? Да, идут навстречу, да. То есть, зависит от ситуации, как бы. Ага. То есть, нужно обосновать, да, почему ты вот столько можешь заплатить, а вот столько не можешь, да? То есть, как бы, все это очень цивилизованно и все работает. И все, и никого не сажают? Ну, никого не сажают. Да, никого не сажают в пену за это. Давайте тогда представим условного такого человека. То есть, мужчина, дальнобойщик, средних лет, у него жена, там, двое детей, и вот он зарабатывает 100 тысяч долларов в год, да? Вот сколько, во-первых, он получит на руки, ну, то есть, вот реально, да? И, во-вторых, как можно сделать так, чтобы на руки получить больше? Можно как-то? Я к вам как к бухгалтеру обращаюсь. Ну, то есть, первый совет, это, если больше 80 тысяч долларов, то открыть корпорацию, да? Ну, да. Да, соответственно, ты получишь больше, чем... Еще какие-то советы, то есть, на детей, в принципе, списывается столько же, да? Да, на детей списывается, ну, как бы, все списывается, как бы, по основным законам. Они, опять же, поменялись в 2018 году, то есть, стало... Ну, какие ключевые изменения? Да, тысяча долларов было, было тысяча долларов на детей. Месяц? Годовой вот этот кредит, называется детский кредит. Окей. Детский кредит был, у нас тысяча долларов стал, 2000 долларов с ребенка до 18 лет. А на детей еще что-то списывается или нет? Ну, может быть, child care может списаться. А, то есть, детские сады какие-то, да? Да, детские сады, да. Кружки, да? Кружки, да, то есть, которые можно списаться. Как еще сделать дальнобойщику так, чтобы он денег больше получил? Ну, вот по факту, реально, вот. Деклобируют с женой, с женой, с двумя детьми, это уже хорошо. Потому что у нас, к сожалению, многие дальнобойщики, они у нас не женаты. И они платят много налогов именно из-за того, что у них нету жены. Потому что, ну, как бы, в связи с стилем жизни с таким... Ну, да, кто захочет замуж за такого выходить, 100 лет бы он нужен, да? Если его не видать. То есть, за счет этого, как бы, я часто рекомендую клиентам, то есть, почему бы вам не жениться... Женись? Да. И сэкономишься? Да, то есть, это хорошая ситуация. А сколько, ну, тут вот разница, если я женат и не женат. Вот сколько? Может быть, половину, половину заплатить налогу. Ну, нет, вот со 100 тысяч долларов, если я не женат, я один и дальнобойщик, сколько я заплачу налогов? Ну, вот... Ну, примерно. Не могу сказать, это надо посчитать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И, соответственно, там какая-то налоги больше или меньше, или нет? Или это по всей Америке все, в принципе, одинаково? Ну, просто я знаю, допустим, я жил в Нью-Йорке некоторое время, и страховка в Бруклине намного выше, чем в соседнем районе. Причем в рамках одного штата. Где выгодно жить дальнобойщику? Ну, там, где грузы или нет? Или есть какие-то налоговые преференции? Дальнобойщики живут в любом штате. Нет никаких преференций. Многие у нас трахи трейлеры, они зарегистрированы в Оклахоме. Почему? Потому что Оклахома собирает вот этот тэг, тэгс, очень низкий там, он самый низкий в стране. То есть нужно регистрировать тракт в Оклахоме, чтобы сэкономить деньги на... Как это называется, налог этот? Ну, тэг и тайтл, наверное. Тэг – это в смысле номера? Да. Налог на номера, самый низкий в Оклахоме. Оклахом. Страховка там, наверное, тоже дешевле или... Ну, то есть я знаю, что, допустим, в Нью-Йорке одна из самых дорогих страховок, да? Вот. Может быть, в Оклахоме тоже и страховка дешевле, соответственно, нет? Не обязательно. То есть страховка зависит от того, куда вы ездите, какие грузы вы перевозите, и, как бы, сколько раз вы были в аварии, и так далее. То есть она, как бы, индивидуально больше, как бы, для... Ну, понятно, то есть по водителю, да? Да. То есть смотрится на его... driving records и так далее. То есть как он, значит, устроен, как у него устроено. А налоги подают только... Ну, то есть федеральные, соответственно, можно обращаться к любому бухгалтеру, в том числе и к вам, вы живете в Джорджии, да? Да, да. То есть налоги мы занимаемся по всем штатам. То есть я могу сделать декларацию любого штата. То есть есть же федеральные и местные, да? То есть вы можете и федеральные, и местные в любом штате сделать. То есть, ну, если, как бы, вот, заговорили, где меньше платить налогов, да? То есть есть штаты, где, как бы, для любых людей, не только для трак-драйверов, для любых людей, где дешевле налог. То есть федеральный налог у нас везде одинаковый, да? Какой процент федеральный налог? Федеральный, ну, там сетка идет. А, целый, окей. А штата налог, он бывает разный, да? И у нас есть некоторые штаты, где налога вообще нет. Типа Аляска? Нет. Аляски есть, да? Нет, то есть у нас есть наши ближайшие штаты, в которых нет налога, это Тексас, Флорида и Теннесси. Если есть возможность зарегистрироваться в этом штате, иметь драйверс ластец этого штата, и там находиться больше половины года своего времени, то вы, как бы, президент этого штата, вы не платите налог штата вообще подоходный никакой. То есть это хорошо. Да, это намного лучше, чем... Да, то есть у нас есть штаты с высокими налогами, то есть, например, Нью-Йорк, Калифорния, там достаточно высокие налоги. Это сколько там штаты? 9-10%. 9-10%. Да, то есть, например, в Джорджии 6%. А во Флориде 0, в Теннесси 0, да? Да, там 0. То есть вот вам 6% со 100 тысяч мы уже сэкономили, да? Да. 6 тысяч со 100 тысяч, вот они уходят. Ну, или сколько там? Или потратили дополнительные 9 тысяч долларов, если живем в Нью-Йорке, да? Да. На налоги. Вот, отлично. Еще какой-нибудь совет. Вы прям к Лондай, к информации рассказываете. Списание трака, то есть оно действительно очень помогает. То есть у меня есть реальные компании, которые покупают траки каждый год, и они налог не платят, или платят очень минимальный налог за счет того, что они вот эти траки, они могут списать вперед. То есть, ну, грубо говоря, трак покупается, например, за 80 тысяч долларов, да? И его сразу можно полностью списать, да? Или они, то есть они его разбивают на 5 лет. То есть они платят на него 5 лет. Они берут на него, ну, как бы, ипотеку, и платят в рассрочку за 5 лет. А полную сумму все 80 тысяч долларов можно списать в первый же год его владения. А потом, когда ты его продаешь, и покупаешь новый, да? И, соответственно, вообще никак. Ну, то есть нет налога. Ну, когда ты продаешь, ты все равно как бы с разницей платишь налог? То есть за сколько ты продал? Ну, а ты... Ну, грубо говоря, ты продал его, ну, скажем, отъездил на него, продал его за 20 тысяч, да? Да. А ты уже 80 списал. Да. То есть вот эти 20, которые ты, с которой ты его продал, они добавляются в твою налогооблагаемую базу. Да. Ну, ты опять купил за 80. Ну, да. И опять... 60 разница, да. Да, и опять 60 списал, да? Да, опять списал, да. То есть за счет этого, в принципе, многие живут из года в год и как бы платят минимальные налоги или не платят вообще налоги. И постоянно ездят на новом автомобиле. За счет покупки новых. То есть не ездят 15 лет на одном траке, а вот раз и... Да. Зато налоги не используются. Да, очень часто покупают новые траки, сейчас как бы стало. Причем раньше была разница, до 2018 года была существенная разница в списании. Раньше можно, нельзя было, значит, бэушный трак списать полностью. Можно было только новый трак списать полностью. А сейчас правила поменялись и для бэушных и новых траков они одни и те же. То есть можно полностью списать трак первый же год. Но тем не менее у нас многие покупают новые траки, потому что они считают как бы более надежные, они не ломаются. Ну, первые три года машина вообще не должна ломаться. И как бы такой тренд идет, то что люди больше и больше задумываются о том, что нам не нужен бэушный тракт, нам нужен новый тракт. С ним легче работать и естественно больше списать с налогом, потому что он дороже стоит. Ну и напоследок, наверное, хотелось бы персонального совета. То есть вот как дальнобойщику, ну может быть топ-3 советов от вас, как от лицензированного CPA, как вести себя дальнобойщику с точки зрения налогов. То есть первое, открываем LLC или корпорацию, в случае если у вас 80 тысяч и больше, да? Второе, регистрируем траки в Оклахоме. Да. И переезжаем жить во Флориду, правильно? Да. Это был Николас Тришин, меня зовут Антон Чехов, и это Америка на колесах. Подписывайтесь на нас. Здесь было интересно. Контакты Николаса мы оставим чуть позже. Они будут в описании. Заходите на наш сайт. И atltaxcpa.com Это официальный сайт Николаса. Звоните, пишите, он всегда вам поможет. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Николас. Очень приятно. Слушайте, по-моему, очень хорошо получилось, да?